В марте на лодочной станции состоялось открытие первенства по гребле. Были приглашены спортивные школы республики из различных городов. Наш город представила местная спортивная школа. Подготовка к турниру длилась на протяжении месяца. Об организаторах турнира и дальнейших планах подобных мероприятий рассказал директор Центра культуры, досуга, молодежи и спорта Андрей Шпарёв. При поддержке администрации города САКИ и Центра культуры, досуга, молодежи и спорта города САКИ Развивать спорт, благоустраивать эту базу, привлекать как можно больше детей к занятиям в спорте. Участники мероприятия поведали нашей съемочной группе о планах на будущее. Здесь проходят соревнования перед Ростовом на Дону. Отбираются ребята, которые поедут на соревнования. Три года хожу на греблю и участвую в соревнованиях. Пока мы только здесь, на уровне САК, а в июне собираемся ехать в Питер. Планы на будущее? В принципе, ходить до 11 класса, заниматься спортом, просто чтобы разнообразие. А почетное право поднять государственный флаг было предоставлено серебряным призером. Первенство России в данном виде спорта, которые рассказали нам о своих достижениях. Соревнования проходили в городе Саратове. Мы участвовали в четверке распашной. Девочке заезд был по 99-й в 2000 год. Соревнования были до 17 лет. Борьба была упорная, но мы все-таки заняли второе место. Сегодня они стали участниками турнира по гребле, где им удалось достичь определенных результатов, о которых будет известно 27 марта. Мы получили массу положительных эмоций. Нашей съемочной группе и гостям мероприятия Шерифу Османову и Андрею Шпареву удалось испытать все прелести этого вида спорта на себе. Тренер гребного спорта Амет Фейхович рассказал нам о функциях тренажеров, которые мы испытали. Нам с Москвы Ассоциация любителей гребного спорта прислали 4 тренажера для развития гребли именно в Республике Крым. Эти тренажеры, они идентичны к воде. Здесь, правда, они оснащены компьютером. На этом компьютере показывается и темп, и мощность работы, и дистанция. И в непогоду это очень необходимое оборудование, которое, конечно, у нас вообще не было никогда. На лодочной станции тренируются также члены Параолимпийского центра. Валентина Жагот, участник Параолимпийских игр в Пекине, семикратная чемпионка России по парагребле, обратилась к участникам турнира. Сразу не делается. К результату идут настойчивости, идут настойчивые люди, идут те люди, которые ждут результата. Скорым результат в этом виде спорта, к сожалению, не получается. Поэтому, чтобы поиметь стабильность и какие-то реальные результаты на Европе, на мире и Паралимпийских играх, нужно время. Нужно отметить, что Валентина абсолютно слепа. Но, несмотря на это, она достигает удивительных результатов. Поэтому мы хотим пожелать ребятам мечтать и побеждать. Ведь порой человек неожиданно даже для самого себя может осуществить самое невозможное. Александр Мартынюк, Дмитрий Воснев, Саки, новости на телеканале Тонус. На сегодня все.